Всем привет, с вами Артём, и сегодня я решил выпустить небольшой технический влог. Технический в том плане, что сегодня это будет что-то наподобие гайда. Таких видео у нас на канале в ближайшее время появится несколько на разные темы, по поводу монтажа, по поводу заливки, там ещё чего бы то ни было. Сегодня я буду рассказывать вам о том, как я стримлю на Твиче. Я понимаю, что подобных видео большое количество в интернете, но, возможно, кому-то из моих зрителей, либо кому-нибудь, кто только-только-только собирается начать заниматься стримингом, возможно, такому человеку будет полезно моё видео. Тем более, может, кому-то интересно посмотреть, какие конкретно настройки и какие конкретные программы использую я. Так что давайте приступать. Итак, сразу хочу вам сказать, что я стримлю при помощи программы OBS, Open Broadcast Software, Broadcaster, извиняюсь, но почему-то как-то я привык говорить Broadcast Software. Как видите, у меня уже здесь есть несколько сцен, в каждой из них какие-либо настройки стоят, но я это более подробно всё расскажу вам постепенно, потихоньку, полегоньку. Итак, перед тем, как рассказать, как пользоваться этой программой, покажу, откуда, собственно, её скачивать. Заходите в такую замечательную вещь, как Google. Заходите в Google. И, собственно, вводите Open Broadcaster Software. Первая же ссылка – это реклама, на рекламу не обращайте. Первая же ссылка – Open Broadcaster Software. Мы попадаем на саму страницу этой программы. Программа является абсолютно бесплатной. То есть вам не надо будет ни за чем за неё платить. То есть это не как с таким... Есть программа постарше, но она была менее популярна. Ну, точнее, как она теперь менее популярна. Раньше она была очень популярна, потому что как более вменяемых аналогов не было. Это был XSplit Live, по-моему. Я не помню, как он точно назывался, но он был платный. И надо было обязательно приобретать для него подписку. То есть ты не мог просто взять, купить программу. Ты его должен был обязательно проплачивать. Либо ежемесячно, либо раз в полгода. Короче, такая же ерунда, как, например, сейчас сделала компания Adobe со своим Creative Cloud. То есть вы приобретаете Photoshop, и вы, например, проплачиваете месяц его пользования. В общем, такая вот штука. Ну, в общем, вы заходите на сайт OBS Project.com. И здесь у вас два варианта. На какой вариант программы вы хотите скачать? Я, честно говоря, советую брать стабильную версию. Стабильная, она находится в правом столбце. Она мультиплатформенная. Она вышла как под Linux, под OS X, так и под Windows 7.8. К слову, надеюсь, то, что после обновления до Windows 10 программа будет работать. Я на это надеюсь. Потому что все-таки там, наверное, люди не дураки. Я думаю, они успеют выпустить обновление. Если у вас Mac, если вы стримите с Mac, и такие люди бывают, потому что это я, например, с MacBook не стримлю, потому что MacBook, он не обладает графическими возможностями для игр. То есть у него нет какой-то там особенной графической карты. А есть, например, люди, у которых какой-нибудь крутой iMac, и они на него второй системой накатили в Windows. И, собственно, с него играют. Так что... Ну, я не знаю. Иногда бывает, что играют просто с самой системой, поэтому для тех у вас здесь. Ну, и для ленухи. Хотите на ленухе пользоваться, пользуйтесь на ленухе. И есть вариант приобрести бету. Но бета, сами понимаете, что такое бета. Бета это... Это еще, когда программа проходит тестирование. Она вышла 21 июля. Поэтому мой личный совет. Берите вот эту версию. То есть... Ну, я в данный момент запись веду с винды. И я вообще всегда стримлю и играю только с Windows. Поэтому... Вот, Windows 7.8. Берете и скачиваете. То есть... С установкой. Но я сам скачивать не буду. Думаю, уж рассказывать вам, как устанавливать эту программу, это... Не надо. Я думаю, и так все знаем, как заниматься этим делом. Все знают, как запускать экзешники с инсталляторами, да? Так. В общем, после установки у вас появляется вот эта программа. Open Broadcaster Software. Если она попросит что-нибудь обновить, то нажмите лучше ОК. Лучше иметь всегда самую актуальную, последнюю версию. Сразу хочу сказать. Смотрите, у меня сейчас есть такая вещь, как CLR Browser. Ее у вас изначально не будет. Итак, давайте сейчас покажу свои настройки. Собственно, изначальные настройки системы. Настройки. Здесь, в принципе, просто выставляете настройки программы, в каком языке работаете. Профиль. Это я под таким никнеймом сохранил свой профиль. Кодирование. Итак, вот это вот одна из самых главных таких вещей, которая вам будет крайне важна во время стриминга. У меня стоит постоянный битрейт. У меня стоит максимальный битрейт 1500. 1500 килобит в секунду. Большинство людей, которые снимали подобные видео в сети, которые выкладывали такие видео на YouTube, советуют ставить 2000, а некоторые монстры 3000. Я не знаю, что за монстры предлагают такие идеи. Лично, ну, опять же, это, наверное, все зависит от индивидуального канала интернета. Но лично у меня с моими 100 мегабитами я понял, что мне 1500 – это самый оптимум. Почему? 1000 килобит в секунду – это хороший битрейт в том плане, что не будет до загрузок, не будет фризов, будет нормальная IT-трансляция, но качество видео может здорово полететь. То есть, качество видео может здорово испоганиться. Поэтому это надо иметь в виду. Можем все разваливаться на пикселя начнет. Если ставить 2000, лично у меня, когда я ставил битрейт 2000, начинались проблемы с тем, что начинали появляться фризы. У многих зрителей начинались подзагрузки. Поэтому 1500 – это оказалась золотая середина. И качество хорошее, и ни у кого нет никаких проблем с воспроизведением трансляции. Вот, аудиокодекс стоит 128. Ну, в принципе, во время стримов это вообще никак уха не слышит. Я не знаю, это надо быть супер-мега-меломаном, чтобы услышать разницу на стриме голоса в 128 и так далее. Ну, это все так. Дальше. В общем, вот такие вот у меня настройки. Дальше посмотрим на трансляцию. Не верите? Вот это предупреждение стоит всегда. Вообще, всегда. Всегда стоит. Я не знаю, что с ним происходит. Он всегда так говорит, что, типа, это не при... Типа... Там не соответствует, там то-то, то-то. Ну, их нафиг. Короче. Я сам по гайдам настраивал. Это уже проверено, это все работает. Лично у меня это все работает. В общем, режим прямой эфир. Ну, сами понимаете, что не локальная запись. Сервис вещания. Твич. Здесь нужно выбрать из списка обязательно Твич. Тут есть еще разные, там, Daily Motion, YouTube, Cyber Game, TB, Hitbox и так далее. Но конкретно нас сейчас в данный момент интересует Твич. У меня стоит сервер US West San Francisco, California. Ставьте, конечно, можете потестировать, но лично у меня вот этот сервак лучше всего работает. Дальше. Стримки при наличии. Вот этот стримки, это, собственно, и есть тот самый ключ, который во время запуска трансляции... Что ты открываешь, не делаешь, какие ужасы. Вот это именно благодаря этому ключу, во время того, как вы нажимаете на кнопку начать трансляцию, именно на вашем канале на Твиче, а не на чем-либо другом, начинается трансляция. Сейчас покажу, где его, собственно, можно раздобыть. Заходим в интернет, Твич, информационная панель. Наверное. Сейчас я точно скажу. Вот, заходите в информационную панель и жмете ключ потока. Я сейчас не буду вам его показывать, потому что это приватная информация, но вы нажимаете на ключ потока, и у вас ключ потока, этот самый, там будет полоска с разными символами. Вот ее нужно будет скопировать и вставить вот сюда. Все. Стоит автопереподключение, это в случае, если произойдет разрыв связи, и бывают иногда такие вещи, но, в принципе, с тех пор, как я поставил битрейт на 1500, проблем больше не возникало с такими. Вообще нет потерь кадров, ничего вообще не происходит. Вот, но это уже пути к файлу, куда сохранять файл и так далее. То есть, если вы еще и делаете запись, ОБС может еще и записывать. Так что вот, вот такие настройки у меня здесь. Видео. Здесь смотрите, какая ситуация. Сейчас вы можете заметить, что у меня Bandicam снимает в разрешении 1366 на 768. Это максимальное разрешение моего монитора. Если кому интересно, у меня Sync Master S19 B300. По-моему, это 21,5 дюймов. Что-то такое. Вот. Я могу ошибаться. Возможно. Я не помню. Я в дюймах плохо разбираюсь. В общем, у меня стоит как бы 1366 на 768. И мне комфортно играть в игры именно в моем максимальном разрешении, чтобы у меня не замыливалось изображение, чтобы еще там пикселей не было и так далее. Чтобы лесенка вот эта вот не появлялась. Я не очень люблю сглаживание. Сглаживание. У меня не такая мощная видеокарта, чтобы сглаживание врубать. Поэтому я играю на максимальном разрешении. Но, поскольку Twitch и впоследствии экспорт на YouTube требуют определенных правил по разрешению экрана. То есть это 720p или 1080p. Я ставлю пользовательское разрешение. Во-первых, выберите свою видеокарту. Знаю, что у некоторых людей бывает по две видеокарты. Поэтому выбирайте свою. Пользовательское. 1280 на 720. Ну, понятное дело, что соотношение сторон 16 к 9. Масштабировать разрешение. Здесь вот видите, как я поставил. Кадров в секунду 30. 60 тоже есть вероятность. Велика вероятность того, что начнутся лаги, фризы до загрузки у зрителей. А зрителям надо сделать так, чтобы им было хорошо. Так что вот. Да, и кстати, если у вас два монитора. Если вы собираетесь заниматься стримами, лучше все-таки попробуйте заиметь у себя два монитора. Лично у меня с этим проблемой. У меня один монитор. И если бы даже был второй, мне предлагали второй монитор попользоваться годом. Но мне его даже некуда просто поставить. В этом проблема. Я пользуюсь своим смартфоном. Я здесь запускаю чат. И я читаю чат. А в случае чего, когда происходит подписка или еще что, я альтаблюсь и смотрю, кто подписался, кто сколько задонатил и так далее. Но если у вас два монитора, то настраивайте два монитора, понятное дело. Так что вот такие у меня настройки. Просто благодаря этому пользовательскому базовому разрешению, ваше 1366 на 768 или какое у вас будет разрешение, оно будет превращаться уже в самом стриме в 1280 на 720. К слову, там будет один нюанс, я о нем еще более подробно расскажу. Теперь давайте посмотрим аудио. Здесь вот тоже все достаточно интересно. Устройство воспроизведения. Ну, это стоит мое устройство воспроизведения по умолчанию. Ну, не совсем по умолчанию. То есть я выбираю то, что у меня есть. Это единственное мое устройство. То есть это выход моей аудиокарты. Микрофон. Стоит сейчас тот самый микрофон, в который я сейчас говорю. Это мой студийный конденсаторный микрофон Behringer C1U. Я как-нибудь отдельное видео сделаю по поводу своего оборудования. Все покажу. Покажу в подробностях. Вот. Выбираете здесь свой микрофон. Дело в том, что у вас здесь может быть несколько микрофонов, например, с веб-камеры. Ну, лично с веб-камеры я микрофон на веб-камере отключил вообще, потому что я всегда пользуюсь только своим студийником. То есть я пользуюсь и для записи, и для стримов, и для общения в скайпе, и так далее, и тому подобное. Поэтому у меня здесь сейчас его даже не отображается. В общем, выставляете свой микрофон, в который вы будете говорить во время стрима. Кстати, можете поставить принудительный режим моно. Ну, я не знаю, зачем. Задержка, но это я не трогал. Вот, смотрите, какая фигня. Усиление микрофона. Вот здесь оставляйте все как есть, но усиление микрофона я, например, поставил 2. То есть я умножил свой микрофон, громкость, чувствительность своего микрофона на 2. Умножил. То есть это в чем, значит, фигня? Дело в том, что мой микрофон, кто знаком с этой моделью Behringer C1U, знает, что это достаточно тихий микрофон. Из-за этого он особо не требует наличия поп-фильтра. Не, я имею в виду даже не того поп-фильтра, которого, знаете, вот такая вот, кругляшочек такой перед микрофоном вешается, чтобы плевки не были. Это надо, вот это стоит приобрести, мне в том числе, а то я слышу иногда на видео, что буква P, она, P-P, она слишком сильно бросается в уши иногда. Но есть такой поп-фильтр, который, знаете, как бы презервативами его все называют, некоторые, ну как все, некоторые люди. Такой пушистый, пушистая такая насадка надевается сверху микрофона, чтобы избавить микрофон от посторонних шумов. Там шума ветра, от кричащих детей на улице, от работающего телевизора в соседней комнате. У этого микрофона с этим проблем нет. То есть он изначально не занимается такой фигнёй, не ловит вот такие вот далёкие-далёкие сигналы. Но ОБС может его заставить так делать. Поэтому, поскольку микрофон достаточно тихий, чтобы не сидеть к нему вообще вплотную во время стримов, вы просто ставите усиление микрофона, и здесь вы умножаете настолько, насколько вам надо. Я умножил в два раза. То есть мой микрофон стал принимать сигнал в два раза сильнее, чем это обычно бывает. Вот. Поэтому можно спокойно не волноваться по поводу того, что там где-то как, что меня там не слышно или так далее. Горячие... Не надо ничего сохранять, я ничего не трогал. Горячие клавиши. Ну, я в них вообще не копался, но вообще надо бы покопаться. Здесь есть горячие клавиши, там, по начинанию трансляции, записи, там, повтор начать. Такое даже есть. Офигеть. Вот. Отключить, включить звуки рабочего стола. Слушайте, интересно. Слушайте, надо будет по-самому покопаться в этом деле. Это интересно, это интересно. Расширенные. Вот здесь внимательно посмотрите, что у меня стоит. Здесь тоже надо иметь в виду, потому что здесь я лично настраивал по... После просмотров разных гайдов от разных людей, где, что, как, у кого настроено, и выбрал для себя оптимум. Короче, предустановка у меня стоит VeryFast и профиль кодирования High. Вот это вот, вот это максимум, то, что я изменил. Здесь стояла May. Я поставил на High, профиль кодирования High. Вот. Кодировщик QuickSync вообще не знает, что это такое, он у меня отключен. Браузер. Вообще отсутствует шумовой гейт. Ну, смотрите, я здесь ничего не настраивал, потому что, как я уже сказал, мой микрофон в этом плане более-менее защищен от посторонних шумов. Но если у вас, например, какой-нибудь другой микрофон, достаточно такой чувствительный, и он ловит всякие посторонние звуки очень сильно, вы здесь можете попробовать порог включения поднять чуточку повыше. И тогда, ну, это все, опять же, индивидуально, на вкус и цвет, это нужно подбирать индивидуально под каждый микрофон. Я лично вообще здесь ничего не трогал. То есть это по умолчанию у меня такие настройки. Но вы можете себе подкрутить, если у вас там дети орут на улице, у вас окно открытое во время стрима, и эти дети почему-то очень хорошо прям попадают на микрофон, то вы можете поднять порог включения, и таким образом у вас посторонние шумы, то есть будет понижаться чувствительность, уберутся посторонние звуки с улицы. Ну и переключатель сцен, я здесь тоже ничего вообще не трогал. Здесь можно, опять же, завести горячую клавишу, чтобы можно было менять сцены. Это достаточно удобная вещь, то есть, например, для тех, кто только на Твиче стримит, и кто, например, знаете, вот есть такая особенность, то есть вот некоторые стримеры, например, Кирилл, Кирилл Варпач, он, например, как делает? То есть он стримит какую-то игру, потом может поставить, там, сделать перерыв, но при этом стрим он не останавливает. То есть у него там сменяется сразу же сцена, она резко сменяется. Там сразу, там, от нажатия одной кнопки у него надпись «Перерыв». То есть вот это вот как раз вы можете себе настроить на вкус и цвет. Теперь давайте, значит, разберемся. Кстати, Алия на Isolation уже не нужен. Игра у нас пройдена. Игра пройдена. Это список сцен. То есть это индивидуальная настройка под каждую игру. Под каждую игру, под каждый экран и так далее. Кстати, я, по-моему, зря это сделал. Я удалил, по-моему. Ладно, пофигу. Сейчас уберу вот так. В общем, смотрите. Здесь все по-разному настраивается. Сейчас я попробую включить предпросмотр. Я не знаю, сработает ли включение видеокамеры. У меня тут кот ходит, орет, как резанный что-то с утра. В общем, я сбился. А, вот. Я не знаю, сейчас включится ли веб-камера в ОБСе, потому что сейчас другая программа занята камерой, которую я себе снимаю. Это логитековская программа для съемки видео с веб-камеры. Ну, давайте я попробую. Ну, то есть, например, вот вчерашний Five Nights at Freddy's. Ну, как вчерашний. Для меня это было вчера, а когда вы уже будете смотреть видео, я не знаю. То есть сейчас я нажму предпросмотр. Сейчас можно, я думаю, посмотреть, как это дело будет выглядеть. Ну, да. Сейчас устройство захвата не работает, потому что занята программа. Другой программой меня сейчас снимают, поэтому здесь ничего не появляется. Но это ладно, это условность. Точно ничего нет? Нет, не появится сейчас. Сейчас он не появится. В общем, смотрите, то есть я меняю сцены. Видите, здесь вот так. В World of Warcraft вот так. В Counter-Strike вот такие макарм. То есть разные места, по-разному здесь все выглядит. В разных местах чат отображается, в разных местах текст и так далее. Вот. Значит, смотрите, что здесь, да, как делается. Сейчас я покажу прямо на примере новой сцены. Как создать сцену? Вот там, где поле сцены, прямо вот на этом белом квадратики, белой, эти правой кнопкой мыши, добавить сцену. Назовем ее Test. Вот, у нас сейчас источники абсолютно пустые. Так, сделаем вот так вот, чтобы настройка была. Это по умолчанию, чтобы у меня стояло. Это я на Brutal Legend увеличивал громкость, чтобы музыка тащила. Вот, смотрите, значит, Test, источники. Теперь мы должны добавить какой-либо источник. Давайте попробуем добавить что-нибудь. Вот не знаю, в чем мы добавимся. Ну, я не знаю. Ну, например, также жмем правой кнопкой мыши, добавить. Ну, давайте предположим, например, я хочу добавить окно. Ну, рабочий стол. Окно мне сейчас, я не знаю, какое окно сейчас могу добавить. Рабочий стол. Рабочий стол. Вот, монитор один, захват мыши, можете убрать его и так далее. Окей. Давайте посмотрим, что у нас в предпросмотре. Видите, теперь меня отображается мой рабочий стол. Как видите, теперь у нас вот такой коридор уходит подалека, потому что просто так отображается. И, как видите, кстати, внизу сейчас отображается мой микрофон. То есть, когда я начинаю говорить, у него есть чувствительность, и вот эта чувствительность, она здесь отображается. То есть, это означает, что микрофон работает. Также это касается звуков. То есть, вот звуки, видите, это системные звуки. То есть, я вот сейчас вот так сделаю. Видите, тоже произошло. Произошли колебания. Я ставлю на 30, чтобы меня было хорошо слышно, и чтобы было слышно игру, но при этом игра не забивала меня. Вот. Теперь давайте попробуем что-нибудь эдакое сделать. Не, ну, в принципе, а что я предпросмотр-то убрал? Давайте добавим, например, какой-нибудь текст. То есть, вот как видите, у меня, например, Five Nights at Freddy's. Вот я и вчера играл. У меня сейчас стоит текст, связанный, например, с донатом. Там топ донат, последний донат, донат на PS4 и так далее. И он прям меняется в процессе. Он меняется в процессе стрима. То есть, как это делается? Добавить текст. Добавим какой-либо текст, например. Я, как правило, ставлю шрифт Arial Black. Мне он больше всего нравится. Он такой достаточно жирный. Цвет. Лично мне больше подходит либо зеленый, либо красный. Но в зависимости от того, что да как, ставлю контур, как правило. Вот ничего не меняю, просто вот такой вот контур. И, ну, смотрите, давайте. Пример текста. Ну, что ты делаешь? Пример текста. Вот так, например, я написал. Вот, видите, текст появился. Кстати, изменение сцены. Вы можете вот так перетаскивать, двигать куда хотите. Ну, вот, например, вот я поставил сюда. Так, давайте я, наверное, уберу рабочий стол. Мне не нравится, как он выглядит. Давайте добавим какое-либо изображение в качестве фона. Какое-либо изображение. Какой-нибудь wallpaper. Не знаю. Пляжик добавим, давайте. Ух, как все. Изменение сцены. Изменение сцены. Вот. Предположим, пускай будет вот так. Вот. Пускай будет вот так. К слову, вы можете менять позиции. То есть, там, порядок сортировки поставить выше. Вот. Теперь у нас текст находится здесь. Вот. Смотрите. Сейчас наш текст может потеряться. Он сейчас может вполне себе где-нибудь потеряться на экране, если, например, здесь будет какой-нибудь красный цвет на фоне или еще что-либо. Давайте сделаем следующее. Что я делаю? Я добавляю цвет фона. Цвет фона у меня стоит черный. Просто я увеличиваю. И у меня появляется такой вот полупрозрачный фон, на фоне которого, вот, на фоне, фон на фоне, в общем, появляется такой фончик, где текст уже точно не потеряется, его обязательно будет видно. Ну вот, устройство захвата давайте я вам сейчас покажу. Здесь сейчас меня видно не будет, к сожалению, потому что программа сейчас, камера занята другой программой, но вы сюда вводите свое видеоустройство. У кого-то, может быть, есть такие люди, у которых несколько в видеокамерах. В общем, вот видеокамера. Мой совет, какое разрешение ставить? Ставьте вот такое. Для стрима, поскольку чаще всего вы не будете себя демонстрировать на весь экран, а вы себя будете помещать в уголок или еще куда-либо, ставьте 320 на 240. Маленькое изображение будет, в принципе, хорошо смотреться с таким разрешением, и при этом вы не будете делать серьезную нагрузку на канал. Потому что, если вы сделаете там 1920 на 1080p, это будет еще дополнительное такое большое жирное видео, которое тоже может вызвать фризы, лаги, подглючивания и так далее, и подзагрузки и прочее. FPS также ставьте 30. Ну, лично мой совет. Дальше. Настройки, если вы нажмете, вы просто попадете в настройки своей видеокамеры. Сразу говорю, вот мои дополнительные настройки. Я здесь убрал всевозможные галочки на автоматические настройки, я все выставил под себя. Ставьте также индивидуально, ребят, ставьте под себя. Как хотите. Это уже не могу я ничего посоветовать. Ставьте только то, как это делаете вы. Это все зависит от вашей камеры. Использовать хромакей. Здесь вы можете поставить галочку. И опять же, здесь уже, ребят, все строго индивидуально. То есть, вы можете, например, сделать как? Вы можете сжать выбор и, например, выбрать вот цвет. Видите, он стал синим. Вы можете так кликнуть на свой фон сзади себя, и тогда у вас все будет замечательно. Но я вот покажу свои настройки, как я делаю. Я жму вот сюда два раза. Выбираю салатовый цвет. И ставлю порог срабатывания 475. Это лично для меня, это оптимальные настройки для хромакея. Вот так он у меня работает лучше всего. Опять же, все зависит от вашей модели камеры, насколько у нее разрешение лучше, сколько пикселей и так далее. Поэтому все по-разному. Но устройство захвата сейчас не отображается, потому что оно, по идее, вот оно здесь должно быть. Но оно не отображается, потому что, как я уже сказал, камера у меня работает. Поэтому сейчас вырублю. Вот. Вот такие вот дела. Теперь смотрите. В общем, текст, камера, хромакей. Это я все рассказал по поводу хромакея, какой у меня хромакей есть отдельное видео на канале. Так, теперь смотрите, что сейчас я вам покажу. Дело в том, что у меня на стримах есть такая вещь, как всплывающие уведомления о том, что кто-то подписался, кто-то кинул донат. Как я это делаю? Вам понадобится такая вещь, как CLR-браузер. Как только вы скачаете программу, CLR-браузера у вас не будет. Показываю, где его скачать. Вы должны попасть на сайт NightDev. NightDev.com Заходите на сайт NightDev. Жмете Project. И здесь вы видите такую вещь, как OBS-чат. Заодно я сейчас про чат расскажу. Заходите в OBS-чат. Заходи, пожалуйста. Сайт сегодня что-то с утра. Так, ну вот, OBS-чат. Здесь вы можете сразу скачать. Во-первых, вы скачаете сам плагин CLR-браузера. Во-вторых, вы себе скачаете программку... Ну, как программку, блин. Вы получите ссылку для своего собственного чата во время стримов. Достаточно удобная вещь. Сейчас покажу, как это все ставится и настраивается. Жмете Install. Жмете Download. Вы скачиваете себе... Вы скачиваете себе плагин. У вас скачивается плагин CLR-браузер. Ну, мне его скачивать сейчас незачем. Просто вы его потом скачиваете, копируете, заходите в папку Plugins. Хотя, слушайте, я, наверное, все-таки скачаю, потому что я не помню ни хрена. Я сейчас посмотрю, какой там настройщик, потому что они могли всякое изменить. Просто, видите, я не хотел просто тратить время на скачивание, но ладно, в любом случае покажу дальше. Next. Здесь вы должны вести настройки своего плагина. Показываю. То есть, вы вводите название своего канала, в моем случае это TrueDarkNelore, ваше название может быть все что угодно, как вы, например, его назвали у себя. Давайте я, например, сейчас распакую, посмотрю, как это дело выглядит. Потому что не совсем понятно. Да, здесь есть macOS-овская папка и CLR Browser 4 Repack. Ну, в принципе, ребят, просто жмете install.bat от имени администратора. Все. Обязательно от имени админа, иначе может не запуститься. В принципе, все. После этого у вас CLR Browser добавится в Open Broadcaster. Дальше. Здесь я, в принципе, ничего не трогаю. Здесь это уже все настраивается индивидуально потом в OBS. Тема чата. Я советую ставить Dark. Потому что у вас тогда задний фон будет темным. Так же, как я сейчас показал, у меня в OBS вот здесь вот такой фон темный есть, то так же у вас будет и с чатом. Вот. Ну, то есть вы поставили Next, и вы получаете вот такую ссылку. Вы эту ссылку копируете. И делается следующее. То есть я сейчас покажу. Покажу сейчас, наверное, на моем уже таком привычном. Уже на том, что у меня уже есть. Вот, например, чат, параметры. Это настройки как раз CLR Browser. Вот мой URL. И это здесь вот уже стоит моя ссылка. И здесь стоит вот уже высота и ширина. Здесь вы уже все настраиваете исключительно под себя. Сейчас я сделаю вот так. Покажу на тесте. Добавить CLR Browser. Вот. Сейчас стоит по умолчанию 640 на 480. Видите, вот он появился. Вот таким вот образом лучше не делать, потому что, видите, уменьшается изображение текста. Изменяется шрифт. Размер шрифта. Это не очень good. Поэтому здесь вы настраиваете все вручную. Как правило, я делаю ширину 200, а высоту уже подстраиваю ее индивидуально под каждую игру. То есть, ну вот, у нас, например... Ой, не-не-не. Я вам наврал, извиняюсь. Не 200, а 300. 300. Должно быть 300. Это лично для меня это идеальный экран для чата. И чат в итоге уже будет работать у вас так, как это положено. Вот. CLR Browser также используется для всех остальных вещей. То есть, как для доната, как для уведомления о подписчиках. Сейчас покажу, собственно, где найти все эти прибамбасы. Значит, данные, что я ввожу. Twitch Alerts. Twitch Alerts. Заходите в Twitch Alerts. Находите в Google вот этот вот самый сайт twitchalerts.com. Launch Twitch Alerts. Жмете. Connect with Twitch. Вы обязательно... Если вы залогиненные уже в Twitch'е, то у вас все будет замечательно. Вы попадаете в настройки своих уведомляшек. Теперь смотрите, где что как будет. Это ваш дэшборд. Ну, My Donations... Я, честно говоря, вам не советую здесь ничего настраивать. Это для тех, кто больше... Если у кого есть иностранные зрители, кому это интересно, это редкость для русскоговорящих стримеров, то есть вы здесь можете подключить свой PayPal. Это слишком индивидуальные настройки, поэтому их показывать не буду, потому что это слишком... Это как бы приват. Ребят, извините, но это приват. А вот Alertbox я вам покажу. Я не советую ставить V3, потому что это, опять же, это бета, может глючить, может не открываться, много чего может быть. Alertbox. Давайте посмотрим по Alertbox. Итак, здесь у вас есть, опять же, вы, когда залогинитесь, вам, по-моему, здесь предложат ввести что-то там для регистрации, а может и не попросит, я не помню, честно говоря. Здесь вам дают вот такую вот, опять же, вам дают ссылку, которую вы должны скопировать, то есть вот добавляете вы сюда еще один CLR-браузер, например, Follower. Например, вот вы хотите, чтобы у вас подписчики отображались. я беру вот эту ссылочку, ой, извиняйте, пардон, вот, где у меня, вот, вот я ввел, вот у меня, например, где она, вот, изменение сцены, я ее ставлю по центру, чтобы у меня отображалось все здесь. здесь у вас индивидуальные ваши настройки, то есть как будет выглядеть ваш лей-аут, либо это внизу текст вверх картинка, либо это текст поверх картинки, либо слева картинка, справа текст. Это уже все индивидуально, на свой вкус и цвет. Follow alerts, то есть вот у меня здесь, например, написано, чтобы отображался никнейм, и слово подписался. Здесь вы выбираете шрифт, какой вам нравится. Здесь вы выбираете картинку, вы можете загрузить самостоятельно вот этими кнопками что-нибудь свое. Надо самому чем-то оригинальное, кстати, придумать. Либо можете выбрать уже что-нибудь готовое из местной галереи, которая здесь есть. Вот код Ничоси. Этот Ничоси заполонил уже все. Кстати, по-моему, у меня Ничоси стоит. Вот, и это музыка, которую вы можете также выбрать на какой-нибудь определенной момент. То есть здесь вот, например, alert duration, это 5 секунд стоит. Это означает, что у меня в течение 5 секунд будет написано имя человека, который зафоловился, ну, по-русски подписался. Subscription 8 секунд, это платная подписка. И donation alerts, это тот, кто задонатил. У меня 10 секунд, как правило, отображается со своими картинками. Все индивидуально здесь настраивается. Смотрите, как проверить, что все это дело работает. Test follow alert, то, что проверить, что человек на меня подписался. Сейчас в течение 30 секунд. Вот, собственно, появилось изображение на экране, что такое-то, такое-то подписался на вас. То же самое. Проверка подписки, платной подписки. Заодно сейчас увидите, как это работает, потому что это на будущее. Если партнерка когда-нибудь будет. Ждем. 30 секунд здесь пауза может быть. Ждем, ждем. Собственно, вот. Появилась платная подписка. Ну и, например, тест доната. Единственное, что сейчас он будет выглядеть не так, как это у меня обычно бывает. Сейчас скажу, почему. Нусь. Ждемс. Немножко ждемс. Вот. Мне тестовый донат задонатил 49 баксов. Прикольно. Вот. Такие вот настройки. То есть вы здесь все сами можете настроить под себя. Здесь все достаточно просто. Просто здесь уже надо все индивидуально под себя настраивать. Конкретно мой донат. Я все это дело делаю при помощи сайта Donation Alerts. На Donation Alerts вам надо будет... Здесь уже знаете, как вы лучше всего сделать. Ребят, это все настраивается индивидуально. Там все на русском языке. Вы можете зайти ко мне на канал. Вы можете зайти ко мне на канал. Вот здесь есть такая ссылка. Донат со всего будет видно на стриме. Можете кликнуть сюда. И уже здесь вы можете нажать на кнопку присоединиться. Дальше уже все зависит исключительно от вас. Дальше все уже настраиваете. Он также использует CLR браузер. Абсолютно так же он использует CLR браузер. Единственное, что вам надо будет добавить еще один CLR браузер сюда. То есть добавляете еще один CLR браузер. И уже сюда добавляете ссылку, которую уже дадут Donation Alerts, если вы будете настраивать все с Donation Alerts. Вот. Вот. С ОБСом я думаю, что я все рассказал. Вроде бы все. Это по ОБСу все закончилось. Теперь давайте поговорим с вами на тему ботов. Что у меня... Чтобы закончить уже тему... Чтобы закончить тему того, как я стримлю на Твиче, надо рассказать про такую вещь, как бот. Я использую Nightbot. Я, честно говоря, му-бот пытался первое время использовать, но он мне, честно говоря, чуть не понравился. Nightbot мне понравился больше в плане настроек, функций и так далее, и так далее, и тому подобное. Кстати, у меня бот не ушел с... Не ушел, оказывается, я его не выключил с прошлого стрима. Это и хорошо. Сейчас все покажем. Его также нужно будет сконнектить с Твичом. Вы на него как бы автоматом подписываетесь, но это вообще не вопрос. Это ваш дэшборд. Здесь, в принципе, все главные настройки, они уже вот здесь. Смотрите, что такое Nightbot Join или Part? Part — это означает, что вы убираете бота из своего чата. Join — это означает, что бот пришел в ваш чат, и он получает... Да, кстати, когда вы его в первый раз добавите, он туда добавится просто как, типа, персонаж. Вы должны будете обязательно написать вот такую вот... Вот такую вот... Вот такой... Господи, вот такую команду. Заходите прямо в чат и вводите вот такую команду slash mod nightbot. И тогда он будет у вас модерировать. Он получит статус модератора. То есть он сможет кому-нибудь мьюты, таймауты, баны давать и так далее. Теперь давайте посмотрим, значит, что в нем есть замечательного. В нем есть замечательная такая вещь, как spam protection. То есть он защищает ваш канал от всевозможных всяких неприятностей. Например, будьте готовы к тому, что если вы начнете заниматься стримингом, если ваш канал начнет развиваться, у вас будет очень большое количество зрителей, например, как у того же Вити Читбанада, то наверняка у вас начнется проблема с тем, что кто-нибудь будет пытаться рекламировать себя за ваш счет. И начнут писать ссылки там, «Зайдите на мой канал, я снимаю там то-то, то-то». Там либо «Перейдите по этой ссылке, получите 500 долларов там». И так далее. Ну, всякие вредоносные такие ссылки. Поэтому, линк таймаут, то есть таймаут выдается за то, что человек пишет ссылку. Тихий таймаут у меня отключен, то есть бот может просто по-тихому, без всяких сообщений. Но я обычно без сообщения оставляю. Custom Message включается. И вот, собственно, сообщение, которое будет выдавать бот. Если кто-то написал ссылку, он будет писать ему сообщение, что писать ссылки запрещено. В начале дается таймаут, во второй раз, если человек повторяет это же действие, ему уже бот выдает бан, а на автомате. Есть так называемый белый лист ссылок, Link White List, в который я ввел те ссылки, которые можно выкладывать. То есть это ссылки, в основном, связанные со мной. Это те ссылки, которые можно выкладывать. В основном это ссылки, связанные со мной. Это мои социальные сетки, адреса моих каналов и так далее. То есть где это все можно посмотреть. Дальше. Это Black List. Сюда добавляются всевозможные фразы. То есть это слова. Вы должны сюда добавлять всякие слова нехорошие, за которые на автомате будет даваться бан. То есть это всякие оскорбления и так далее и тому подобное. Но я, честно говоря, это не ставлю. Просто потому, что у меня на канале сидят еще и живые модераторы. И они за этим следят лучше. Потому, что там, скажем так, некоторые... Ну, это все так индивидуально и так далее. Кто-то может, например, матом написать какой-нибудь восторг, радость. И банить его от... Просто можно сделать ему замечание. А так его бот сразу на автомате в бан отправит. Там сделает замечание, типа, можешь там хотя бы радоваться. Ну, хотя бы без матерашины, без... Без всяких сквернословий и так далее. То есть к человеку можно будет живьем обратиться. А так его бот сразу в баню и все. Бескомпромиссно. Поэтому и у меня так здесь стоит. Дальше это за капсы. То есть когда человек слишком злоупотребляет капсулоком... Я думаю, никто не любит, когда люди начинают писать много капсулоком. Поэтому у меня стоит минимальное количество разрешенных больших огромных букв. Это 15 штук. Все. Дальше, если человек больше 15 их пишет, то уже ему бота пишет, что ты орешь. Вот. Ну, дальше здесь это настройка символов. То есть если человек слишком много символов использует... Если слишком много всяких смайликов... Если вот он начинает постоянно повторять... У меня здесь это стоит выключено. Нафига это? Ну, это все индивидуально, опять же говорю. Здесь уже вот повторение. То есть если человек повторяет одно и то же сообщение... То есть, по сути, он начинает спамить. То здесь уже у меня тоже здесь стоит вот такая вот штука. Вот. И это если человек слишком любит много писать, слишком большие сообщения. Ну, если человек хочет писать большие сообщения, почему бы и нет? Единственное, что это ему же хуже. Потому что, ну, тяжело читать такие сообщения во время стрима в чате. Вот. Дальше теперь покажу, что у меня еще здесь есть. В общем, такие вот настройки от спама. Есть у меня такая вещь, как таймеры. Это такие вот команды, которые у меня... То есть определенное количество времени, бот, либо после определенного количества строк в чате, либо через определенное количество прошедших минут, он пишет вам сообщение. Он пишет сообщение в чате. То есть там, например, не забывайте вступать в группу. Там всегда новости есть. Там не забывайте подписываться на YouTube канал. Там... У меня здесь стоит правило, потому что раньше здесь были правила. Сейчас здесь про донат написано. Вот. Если вы не обладаете, кстати, премиум аккаунтом Nightbot, то вы не сможете сделать больше трех таймеров. Как добавляются таймеры? Add new timer. Вводите название таймера. Выбираете, через сколько времени он будет появляться. Ну, предположим, через час он будет писать новое сообщение. И, предположим, там через 45 линий, строчек в чате. Вот. Run and message. Да, ставьте message. И, значит, что он будет писать? Он у нас спятил, а сегодня он будет писать вот так. То есть и будут появляться такие сообщения. Добавляете add new timer. Он появляется. Значит, не могу добавить его, потому что у меня больше трех нельзя. Status running. Если у вас будет ставить здесь статус stopped, нажимаете вот на эту кнопку и запускаете его. Тогда у вас таймер будет работать. Вот. И теперь следующее, что еще осталось, это custom commands. Честно говоря, только одну команду прописал. Точнее, две, но они одинаковые. Это команда time. Вот это, кстати, небольшой эксклюзивчик в моем видео. Потому что чаще всего, когда люди говорят, делают видео по настройке бота и так далее, у них возникает такой момент, что они упорно игнорируют... Я нигде не нашел вот описание этой команды. Это мне вот Кирилл Варпач подсказал. Вот. Time и uptime. То есть, когда зритель вводит эту команду в чат, то он видит, сколько времени идет стрим. Вот, собственно, вот такая вот команда. Также add new command и вводите вот эту команду. Единственное, что вот здесь, вот у меня здесь стоит TrueDarkNoLore. То есть, это можно посмотреть именно мой канал. Это и название моего канала. А вы вводите название своего канала. И таким образом, каждый зритель, введя вот эту команду, увидит, сколько времени у вас уже идет стрим. Вот, ребята. Вроде бы я рассказал вам абсолютно все. То, что у меня по поводу твича, по поводу того, как я стримлю. Показал свои настройки. Рассказал все в подробностях. Надеюсь, что вам это дело понравилось. Если вам понравилось, то не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на канал, подписываться на твич-канал, вступать в группу ВКонтакте, писать комментарии, звать друзей. На этом все. С вами был Артем. Всем всего хорошего. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова